Глава 2 Гуингмы приводит автора к своему жилищу. Описание этого жилища Прием, оказанный автору Пища Гуингмов Затруднение автора вследствие отсутствия подходящей для него пищи и устранение этого затруднения Чем питался автор в этой стране? Сделав около трех миль, мы подошли к длинному низкому строению крытому соломой и со стенами избитых в землю и перевитых прутями кольев Здесь я почувствовал некоторое облегчение и вынул из кармана несколько безделушек которыми обыкновенно запасаются путешественники для подарков дикарям-индейцам Америки и других стран Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием Конь знаком пригласил меня войти первым и я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом По одной ее стене во всю длину тянулись ясли с решетками для сена Там были трое лошаков и две кобылицы Они не стояли возле ясли и не ели, а сидели по собачьи, что меня крайне удивило Но я еще более удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами исполняя, по-видимому, обязанности рабочего скота Все это окончательно укрепило меня в моем первоначальном предположении Что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных Несомненно, должен превосходить своей мудростью все другие народы земного шара Серый конь вошел следом за мной Предупредив таким образом возможность дурного приема со стороны других лошадей Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина На что другие отвечали ему Кроме этой комнаты, там было еще три Тянувшиеся одна за другой вдоль здания Мы прошли в них через три двери, расположенные по одной линии в виде просеки Во второй комнате мы остановились Серый конь вошел в третью комнату один, сделав мне знак обождать Я остался во второй комнате И приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома Это были два ножа Три браслета с фальшивыми жемчужинами Маленькое зеркальце и ожерелье из бус Конь заржал три или четыре раза И я насторожился в надежде услышать в ответ человеческий голос Но я услышал такое же ржание, только в немного более высоком тоне Я начал думать тогда, что дом этот принадлежит очень важной особе Раз понадобилось столько церемоний, прежде чем быть допущенным хозяину Но чтобы важная особа могла обслуживаться только лошадьми, было выше моего понимания Я испугался, уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных мною лещений и страданий Я сделал над собой усилие и внимательно осмотрелся кругом Комната, в которой я остался один Была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом Я несколько раз протер глаза, но передо мной находились все те же предметы Я стал шипать себе руки и бока, чтобы проснуться Так как мне все еще казалось, что я вижу сон После этого я окончательно пришел к заключению, что вся эта видимость есть ничто иное, как волшебство и магия Не успел я остановиться на этой мысли, как в дверях снова показался серый конь И знаками пригласил последовать за ним в третью комнату Где я увидел очень красивую кобылу с двумя жеребятами Они сидели, поджав под себя задние ноги На недурно сделанных, очень опрятных и чистых соломенных циновках Когда я вошел, кобыла тотчас встала с циновки и приблизилась ко мне Внимательно осмотрев мои руки и лицо, она отвернулась выражением величайшего презрения После этого она обратилась к серому коню И я слышал, как в их разговоре часто повторяло слово еху Значение которого я тогда еще не понимал Хотя и изучил его произношение прежде других слов Но к величайшему своему уничижению я скоро узнал, что оно значит Случилось это таким образом Серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово гуун Гуун, которое я часто слышал от него в дороге И которое означало приказание следовать за ним Вывел меня на задний двор, где находилось другое строение в некотором отдалении от дома Когда мы вошли туда, я увидел трех таких же отвратительных тварей С какими я повстречался вскоре по прибытии в эту страну Они пожирали коренья и мясо каких-то животных В последствии я узнал, что то были трупы дохлых Или погибших от какого-нибудь несчастного случая собак, ослов и изредка коров Все они были привязаны за шею к бревну крепкими и вовыми прутьями Пищу свою они держали в когтях передних ног и разрывали ее зубами Хозяин конь приказал своему слуге, гнедому лошаку Отвязать самое крупное из этих животных и вывезти его во двор Поставив нас рядом, хозяин и слуга произвели тщательное сравнение нашей внешности После чего несколько раз повторили слово еху Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной Когда я заметил, что это отвратительное животное По своему строению в точности напоминает человека Правда, лицо у него было плоское и широкое Нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный Но эти особенности свойственны всем вовсе дикарям Потому что матери кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной Отчего ребенок постоянно тыкается носом о плечо матери Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей За грубелостью и коричневым цветом в ладони Да тем, что их тыльная сторона была покрыта волосами Такое же сходство и такие же различия существовали и между нашими ногами Я сразу понял это Хотя лошади и не могли ничего заметить Так как на мне были чулки и башмаки То же надо сказать и относительно всего тела вовсе Исключая только цвет кожи и волос Что было уже описано мною выше Но обеих лошадей повергало по-видимому Большое недоумение то обстоятельство Что благодаря платью О котором они не имели никакого понятия Все остальные части моего тела сильно отличались от тела еху Гнидой лошак подал мне какой-то корень Взяв его между копытом и бабкой Каким образом они это делают Будет описано в своем месте Я взял его и понюхав Самым вежливым образом возвратил ему Тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса Но от него шел такой противный запах Что я с омерзением отвернулся Лошак бросил мясо еху И животное с жадностью сожрало его Потом он показал мне охапку сена И полный горнец овса Но я покачал головою Давая понять, что ни то, ни другое Не годится мне в пищу Тут я испугался Что мне придется умереть с голоду Если я не встречу здесь человека Подобного мне Что же касается трех гнусных еху То хотя мало найдется Больших поклонников рода человеческого Чем я был в ту пору Но признаюсь Никогда я не видел столь отвратительных Во всех отношениях Одушевленных существ И чем ближе я с ними знакомился Во время моего пребывания в этой стране Тем более усиливалась моя ненависть к ним Заметя это отвращение по моим жестам Конь-хозяин велел отвезти еху обратно в хлеб После этого он поднес ко рту переднее копыто Чем я был немало изумлен Хотя он совершил это движение с непринужденностью Свидетельствовавший, что оно было для него самым естественным И делал также другие знаки Желая узнать Что же я буду есть Но я не мог ответить на этот вопрос Понятным для него образом Да если бы даже он и понял меня Было бы не легче Так как я не видел Откуда бы он мог достать мне подходящую пищу Во время этих переговоров прошла мимо корова Я показал на нее пальцами И выразил желание подойти к ней и подоить ее Меня поняли Ибо серый конь повел меня обратно в дом И приказал кобыле служанке открыть одну комнату Где стояло много молока в глиняной и деревянной посуде Очень чисто и в большом порядке Кобыла подала мне большую чашку молоком И я с удовольствием напился После чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее Около полудня к дому подкатило особенного устройства повозка Которую тащили подобно санкам 4 еху В повозке сидел старый конь По-видимому знатная особа Он сошел на землю Опираясь на задние ноги Потому что передняя левая нога у него была повреждена Этот конь приехал обедать к моему хозяину Который принял его с большой любезностью Они обедали в лучшей комнате И на второе блюдо им подали овес Вареный в молоке Гость ел это кушанье в горячем виде А остальные лошади в холодном Их ясли расположены были кругообразно посреди комнаты И разгорожены на несколько отделений Возле которых все уселись на подосланную солому Над яслями помешалась большая решетка сена Разгорожены на столько же отделений, как и ясли Так что каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена И овсяной каши с молоком Очень благопристойно и аккуратно Жеребята держали себя очень скромно А хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю Серый велел мне подойти к нему И завел со своим другом длинный разговор обо мне Как я мог заключить по тому, что гость часто поглядывал на меня И собеседники то и дело произносили слово еху Случилось, что я в то время надел перчатки Серый хозяин, заметив это, был поражен И знаками стал спрашивать, что это я сделал со своими передними ногами Три или четыре раза он прикоснулся к ним своим копытам Как бы давая понять, что я должен привести их в прежнее состояние Что я и сделал Сняв перчатки и положив их в карман Этот эпизод вызвал оживленный разговор И я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу Благодетельных последствиях, чего я вскоре убедился Мне было приказано произнести усвоенные мной слова И во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду И некоторые другие предметы, что давалось мне очень легко Так как еще с молоду я отличался большими способностями к языкам После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону И дал понять мне знаками и словами свое огорчение По поводу того, что для меня не было подходящей еды Овес на языке гуингомов называется глунг Это слово я произнес два или три раза Так как хотя сначала я отказался от овса Однако по некоторым размышлениям нашел Что из него можно приготовить нечто вроде хлеба А хлеб с молоком могли бы поддержать мое существование до тех пор Пока мне не представится случай Уйти отсюда в какую-нибудь другую страну К таким же людям, как и я Конь тотчас же приказал белой кобыле-служанке Принести овса на деревянном блюде Я кое-как поджарил этот овес на огне И стал тереть Пока не отстала шелуха Которую я постарался отвеять от зерна Затем я истолок зерно между двумя камнями Взял воды Приготовил тесто Испек его на огне И съел в горячем виде Запивая молоко Сначала это кушание показалось мне крайне безвкусным Хотя оно очень распространено во многих европейских странах Но с течением времени я к нему привык К тому же это был не первый случай в моей жизни Когда приходилось Довольствоваться самой грубой пищей И я еще раз убедился в том Как маловзыскательно человеческая природа Не могу не заметить при этом Что за все время моего пребывания на острове Я ни одной минуты не был болен Правда иногда мне удавалось поймать в селки Сделанные из волос еху Кролика или какую-нибудь птицу Иногда я находил съедобные травы Которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам А изредка сбивал себе масло И пил сыворотку Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли Но скоро привык обходиться без нее И я убежден Что обильное употребление этого вещества Есть результат сластолюбия И соль была введена главным образом Для возбуждения жажды Исключаю конечно случаев Когда она необходима для сохранения мяса В далеких путешествиях Или в местах удаленных от рынка Ведь мы не знаем ни одного животного Которое любило бы соль Гулливер проявил здесь недостаточную осведомленность Травоядные В том числе и лошади любят соль Известно Что некоторые животные стремятся попасть в места Где соль выступает на поверхность земли Что касается меня То должен признаться Что покинув эту страну Я очень нескоро научился переносить вкус соли в кушанях Которые я ел Но довольна об этом Я не хочу подражать другим путешественникам Наполняющим целые главы своих книг Описанием своей пищи Как будто читателю так уж интересно Хорошо или дурно кушал автор Однако мне было необходимо коснуться этого предмета Чтобы устранить всякие недоразумения Относительно того Каким образом мог я просуществовать Три года в такой стране И среди такого населения С наступлением вечера Конь-хозяин распорядился Отвезти мне особое помещение В шести ярдах от дома И отдельно от хлева ехал Я нашел там немного соломы И покрывшись платьем Крепко заснул Но вскоре я устроился Гораздо удобнее Как читатель узнает Из дальнейшего рассказа Посвященного более подробному Описанию моего образа жизни В этой стране Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok